Сегодня же Касымжи Мартукаев объявил о создании сразу трёх новых областей. Абайской, Улутауской и Житесуской. Такое решение предиктовано экономическими и духовными соображениями, а также необходимостью развития регионов, сказал президент. Он также сообщил, что готов поддержать переименование города Капшагай в Кунаев. В ходе выступления глава государства анонсировал 30 изменений в Конституцию. Обо всём по порядку Ануар Мангельдинов. Прогресс Казахстана напрямую зависит от процветания регионов. Потому в административно-территориальном делении необходимы преображения. Положительный пример тому разделение Шимкента и Туркестанской области, отметил президент. В целях эффективного развития областей глава государства принял решение о создании трёх регионов. Предлагаю создать Абайскую область в Семипалатинском регионе. Город Семей станет центром новой области. Я считаю, что жители региона давно говорят об этой проблеме. Сейчас там есть ряд нерешённых проблем. Например, внутренняя инфраструктура региона достаточно изношена. На территории бывшей Жесказганской области необходимо создать Улутаускую область. Город Жесказган снова станет областным центром. Создание самостоятельной области в этом регионе – важное решение не только в экономическом, но и в духовном плане. Проблем с алматинской агломерацией много. Учитывая эти и другие моменты, предлагаю разделить Алматинскую область на две части. В этом регионе будут созданы Житусусская и Алматинская области. Центром Житусусской области будет Талдыкурган, а Алматинский – Кавшигай. Этот город президент страны предложил переименовать в честь День Мухаммеда Кунаева. Впрочем, решение глава государства оставил за казахстанцами. В народе инициатива не заставила себя долго ждать. Пользователи соцсетей тут же запустили петицию. Именно нашего великого народа и его фундаментальные традиции необходимо воссоздать в сознании будущих поколений. Потому Хасамжумар Тукая предложил создать новый общественный институт – Ултык-Крултай. Он станет связующим звеном между правительством и людьми. Для оказания юридической помощи казахстанцам президент поручил создать конституционный суд. Конституция является опорой всей правовой системы. Но сложно ответить на вопрос о том, соответствуют ли законные акты или определенные решения тому, что написано в конституции. В Казахстане различные правовые нормы объясняются конституционным советом. Но граждане не могут напрямую обратиться в совет. Во многих странах имеется институт конституционного суда. Туда может обратиться любой гражданин. В первые годы нашей независимости у нас был такой орган. Я считаю, что нам нужен такой орган для того, чтобы эксперты следили за сохранностью норм конституции. В ходе выступления президент анонсировал 30 изменений в конституцию, которые способствуют изменению политической системы и административно-территориальной структуры страны. Заявил глава государства и о необходимости пересмотреть закон о СМИ. Данная мера окажет содействие к созданию открытого информационного пространства, считает Хасамжумар Тукаев. Особое внимание он поручил уделить продовольственной безопасности. В частности, упор должен быть сделан на поддержку отечественного агрокомплекса. В целом, нужно совместно с фермерским сообществом пересмотреть подходы к государственной поддержке агропромышленного комплекса. Для предотвращения дефицита и бесконтрольного подорожания продовольствия надо проработать вопрос закупа сельскохозяйственной продукции в государственные стабилизационные фонды по форвардным ценам. Решения должны приниматься быстро на основе реальных запросов бизнеса и граждан. Граждане страны, основное богатство государства не раз подчеркивал президент. Подытожив выступление, Хасамжумар Тукаев заявил, что основную ставку необходимо сделать на энергию, талант и трудолюбие людей. Ануар Амангельдинов, телеканал Алматы, при поддержке телерадиокомплекса президента.